Всем привет! Вы на канале Бывший Холостяк. Меня зовут Эдвард, за кадром Мадина. И это новая рубрика на канале Бывший Холостяк. Видео не выходили так долго, не потому что нам лень снимать. На самом деле мы наснимали очень много роликов, скоро будем выкладывать. Но самая важная новость для вас и для нас это то, что за это время мы успели переехать в Анталию. И сейчас мы живем в Анталии, это Турция рядом с морем. И этим видеороликом я хочу открыть новую рубрику на канале. Возможно назовем ее «Переехали в Турцию», так как у нас уже есть «Понаехали», чтобы не отходить от канона, так сказать. Итак, мы переехали в Турцию. Я буду вам рассказывать не только о достопримечательностях Турции, буду снимать ролики, но и о каких-то важных деталях самого процесса переезда. А еще я расскажу вам в этом видеоролике чуть-чуть попозже, сколько нужно денег, чтобы переехать в Турцию, сколько надо в кармане иметь, чтобы вдвоем переехать сюда. Можете сами уже посчитать, сколько нужно будет на одного человека, поэтому досматривайте этот ролик до конца. Поэтому обязательно пишите, дорогие друзья, в комментариях, что вам интересно. По поводу работы, по поводу переезда, по поводу квартир. Все что угодно пишите, мы обязательно будем отвечать. Еще лучше переходите в Инстаграм, подписывайтесь и задавайте вопросы там, там я быстрее буду отвечать. Но этот видеоролик будет о первом дне, о первых несколько днях нашего переезда сюда. Итак, мы здесь уже живем 4 месяца в Анталии, уже обустроились, но все это было не так просто. Такая история. Мы арендовали квартиру, она полностью пустая, и там даже нет ни воды, ни света. И чтобы организовать себе воду и свет, каждому, кто только въезжает, нужно на себя заключать специальный договор. То есть все квитанции будут приходить на мое имя, сейчас там пусто. Поэтому я сейчас иду в, как это сказать, в отдел что ли электричества, и нужно подать заявление на подключение электрики. Не знаю, как я это буду делать, мне сказали, надо сказать, цены, новый, новый. Ну ничего, что-нибудь придумаем. После, сегодня же мне нужно подключить воду, и я покажу вам квартиру. Все, готово. Почти полтора часа нужно было сделать копию паспорта, копию контракта, отдать 230 лир, это что-то около 2,5 тысяч, на оформление депозита. То есть ты кладешь депозит, чтобы если вдруг ты сбежал, то у них была сумма на, сейчас, на то, чтобы вернуть эти деньги себе хотя бы оставить. У предыдущих владельцев там был долг, но они так сделали, что типа долг все равно на их фамилии останется, где бы они там не появились, то долг им придется платить. Поэтому в этом отношении удобно. А сейчас мы покушаем. Оператор мой появился. Сейчас мы покушаем, мы пойдем сделаем воду и купим еще газ и, короче, куча всего. И, надеюсь, сегодня покажу вам квартиру. Пойдем кушать. Скажу сразу, что если вы хотите переехать сюда для лучшей жизни, то есть работать, может быть, устроиться на работу, то это не вариант, здесь работать не получится. Лучше этого не делать, лучше приезжать сюда с работы. Не все дается так просто, надо добиваться. Сразу понятно, что ты пришел в дом воды, чтобы оформлять воду. Пришли в водоканал. Нужно включить воду, ее тоже нет, тоже будет на меня она. И здесь тоже оказалось долг у предыдущих владельцев. Ну, на самом деле, все здорово, так классно устроено, что долг остается за паспортом, то есть за человеком, а не за конкретной квартирой. Это, конечно, круто. Максим помогает тут вот все организовать. Как для электричества, так и для воды нужно ничего. То есть номер счета предыдущих владельцев, ваш паспорт или ID, если он уже есть, и заявление, и все, и контракт. Ну, здесь контракт везде, по сути, нужен. То есть в целом получается, что все очень просто. Главное, чтобы язык знали, потому что часто вопросы какие-то возникают. Если есть у вас тоже какие-то вопросы, пишите в комментариях, узнаем, напишем. Дорогие несколько дней, когда мы сюда приехали, у нас уже были здесь друзья. У нас, конечно же, первые проблемы были поиск квартиры, купить всю мебель, потому что здесь, в Турции, квартиры сдаются без мебели. То есть это их такая политика, они полностью красят в белый цвет все стены и сдают пустую голую квартиру. Это плюс, потому что можно снять квартиру дешевле, но нужно покупать мебель. Поэтому мы решали этот вопрос. Все, сегодня уже заезжаем в квартиру, сейчас вам ее покажем. Ну что, наконец-таки добрались мы до квартиры, покажем сейчас. Вот все, что мы сейчас вам покажем, эта квартира полностью была пустая, кроме кухонной мебели, это диван, 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 все вот эти вот кресла, подушки, вот это вот все, весь интерьер мы покупали все сами, это, в общем, наша гостиная. Квартиру мы сняли за 9000 рублей, по российским меркам, это не такая большая сумма, плюс коммунальные будут выходить тысяч пять. Это наша спальня, пока еще ничего здесь нету, еще все будет. Это наши жители нашей спальни, наши дедочки. Вон, Витя, спите, спите, не переживайте. Это наша ванна. Вот, такая вот самая обычная ванна. Прикол в том, что мы живем на пятом этаже, и получается весь пятый этаж наш, вместе с подъездом, да, ну то есть не подъездом, а пролетом этажным. И на крыше есть выход, на крыше вангальчик, дым-сюдым, там вот это вот все. Вот, это наша рабочая зона будет, тут мы поставим стол, всякие интересные штуки, тут будут свисать для Ютуба на несколькими каналами, потому что работаем, это по сути наша работа, это наш будет офис, тут бросим всякие пуфики, знаете, там, ну то есть вообще тут арт, такая вот прям, вот комната, хочется зайти сюда и поработать. И, наверное, осталось показать кухону. И вот, собственно, наша кухня. Столы, всякие вот эти вот штуковины, все вот это вот тоже вот покупали все сами, всю посуду в Икеа купили, здесь была только, только была мебель. Итак, если говорить о том, сколько денег нужно, чтобы переехать сюда, в Анталию, то, учитывая все эти депозиты, то есть я, кто-то из местных, это не считает в расходы, но я считаю, потому что сразу же нужно эти деньги иметь. Это депозиты на квартиру, то есть вы платите за первый, за последний месяц, плюс депозит в такой же сумме, сколько стоит квартира, да, съем квартиры, то есть это вы в первый месяц платите в тройном размере за квартиру, плюс депозиты абсолютно на все, на засвет вы платите депозит, там около трех тысяч, да, воду вы платите депозит, то есть это для того, чтобы вы, если сбежали, да, можно было по счетчикам им оплатить ваш долг. Итак, эти все депозиты плюс мебель, которую вы покупаете, на все это вам нужно 100-120 тысяч, это 100% вам потребуется. Конечно же можно уложиться чуть-чуть меньше, в меньшую сумму, но на самом деле, чтобы купить все необходимое, вы приезжаете сюда абсолютно ни с чем, вам нужно 100-120 тысяч, 150 тысяч, это если считать сюда еще и комет, проживание здесь, РВП, то есть давайте так, 135 тысяч вам точно нужно в кармане на двоих, на одного, это не в два раза дешевле, потому что расходы остаются те же практически, но немножко дешевле, то есть на одного вам потребуется где-то 100 тысяч рублей, чтобы переехать жить сюда, в Анталию, в Турцию. Вся мебель, которую вы покупаете, потом точно так же можно продать, то есть мы купили бушку в магазине, и точно так же туда ее можно принести и сдать, ну понятно, потерять какие-то деньги, но в целом, то есть это выгодно, ну то есть это вложение, да, которое потом можно так же и продать, а если курс вырастет, то еще и заработать на этом. Оформлять документы на гражданство, то есть РВП, это все реально сделать, кстати, у нас есть здесь уже знакомые, которые это могут сделать, поэтому если вдруг вам это нужно, пишите в комментариях, там связывайтесь с нами, мы вам поможем в этом вопросе, то есть это все без проблем, есть люди, которые этим занимаются. И все, то есть в целом 2-3 недели трудностей, мы нашли квартиру всего лишь там за 3 дня, но это нам повезло, мы знаете, как нашли квартиру, есть разные сайты, например, Сахибедден от собственника переводится, можно там искать, но мы нашли просто, ходили в районе, где мы хотим жить, и искали надписи на стенах, Килмак, да? Киралык. Киралык, да, Сатулык это продается, Киралык это сдается, то есть искали такие варианты и все, взломили, и вот эту квартиру мы именно так нашли. Итак, я надеюсь, что этот ролик был кому-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, куда нужно съездить, что вам показать, здесь очень много интересного, мы уже наснимали очень много интересных видеороликов, скорее всего уже на этой неделе или на следующей начнем выкладывать их, поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчики, подписывайтесь на наш инстаграм, задавайте нам там вопросы, все, пока, увидимся, Мадин, ладонь, ладонь, вот так вот.